так ребятки привет себе какой-нибудь волшебный оставили фильтр ребят будет сегодня очень очень классно бомбически интересно сейчас вы немножко все подсоберетесь я рада всех приветствовать сегодня все что сегодня будет совершенно необычный прямой эфир мы очень рада всем пожалуйста присоединяйтесь в общем скажу вкратце что сегодня очень необычный будет прямой эфир но вы знаете что я глубоко увлекаюсь духовным развитием темы осознанности я очень люблю уважаю практики у меня началось это все вот эта моя дорога к самому внутреннему какое-то время назад но вот глубоко это всей темы я занимаюсь полтора года я не буду сегодня отвечать на вопросы касаемо универа какие-то личные давайте вот сегодня попробуем точечно общаться потому что я уверена что из сегодняшнего прямого эфира вы возьмете максимум у меня в жизни случается так что у всех это бывает но у меня вот не встречаются по жизни крутейшие люди и из-за того что у меня есть такая большая аудитория я знаю что я должна с вами этими людьми делиться сегодня я через некоторое время подключу одного человека которая но она вам сама я думаю подробнее расскажет чем конкретно она занимается но все это про тему осознанности с того момента как я начала заниматься духовным развитием своим внутренним мой мир внутренний и внешний вернее внешний и внутренний изменились радикально я то есть я в принципе конечно была достаточно позитивным человеком но тогда когда я вот это вот нащупала в себе что я не просто вот это вот физическая оболочка я не просто тело и я двигаюсь вот в этой вот вот всей реальности меня куда-то несет что оно все взаимосвязано и когда у меня вот началось вот это вот я почувствовала себя свою душу свою я свое высшее я у меня происходили вообще какие-то фантастические инсайты инсайт за инсайтами у меня происходило например да я рассказывал что я начала научилась видеть ауру но чем волшебство волшебство и глубина и в общем познать себя изнутри можно множеством способов если сегодня сегодня я хочу пригласить одного человека к нам прямой эфир который поможет нам прокачать себя изнутри и расскажет что такое энергия мне нужно сейчас добавить про комитет в комментариях я хочу назвать этот эфир зачем работать с энергией мы сегодня будем с вами общаться на тему энергии и как это влияет на жизнь я и на жизнь сегодня у нас будут практики чайскую котище то прикрепить так сейчас я хочу пригласить сюда пригласить сюда татьяну соло я тебя жду одна на здании ниже я думаю что это у меня свет тут такой реально привет 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 рада видеть тебя да да я с тебя тоже очень танечка а сейчас мы у меня тут реально какое-то кривое лицо очень красивое твое лицо и очень красивый свет я вот как раз смотрю что я вся немножко в тени да немножко в темноте но мне ничего к сожалению сделать живу временно в гостинице рядом со своим домом потому что дома не успели сделать ремонт к моему возвращению из сша да ремонт дело такое вот по моему так чуть чуть больше света вот поэтому вот временно в таких условиях но это не важно не важно где важно что у нас там внутри я немножечко расскажу чуть-чуть вкратце про таню а таня захочет дополнить о себе а таня работает с людьми и с их энергией правильно если что-то не так ты исправляй таня рассказывай все прекрасно полным количеством людей она помогает людям найти эту самую часть внутреннюю гармонию радость вернусь радость жизни которая была наверняка у каждого человека при рождении да наверное это так и получить это все без достигаторства да без без препятствия легко и непринужденно все правильно если вот в общем в общих тезисах то да да давай я могу пару слов тоже сказать то есть вот тут прикольно написал кто-то видимо из моих подписчиков станя современная ведьма это может кого-то новых подписчиков пугнуть потому что слово это ассоциируется часто с каким-то негативным оттенком хотя ведьма это знающая женщина да но я думаю что не надо употреблять слово ведьма потому что люди испугаются и убегут да друзья на самом деле будем разговаривать про наше подсознание будем разговаривать про наше энергополе потому что по сути это одно и то же наше подсознание это информация которая хранится не в голове а хранится вот где-то вот вот она где-то хранится хранится она в энергетическом поле и сегодня я хочу показать вам несколько практик хочу вам дать возможность почувствовать энергию чтобы вы действительно не только нас слышали думали ой что они тут говорят как же тут что такое энергия вот же тело вот это все осязаемо вот материя и как эта энергия и как это подсознание влияет в общем-то на все в твоей жизни поэтому можно читать миллион тысяч книг что очень хорошо тоже но если в твоем подсознании в поле душе есть какие-то страхи блоки ограничения то практически нереально стать не богаче не счастливее не добрее не любящей не замуж выйти там счастливом браке в общем хочется сегодня поговорить о том как на самом деле найти вот ту кто же я по-настоящему кто я никто мне рассказали не должна быть какой сейчас модно или правильно а то что сердце хочет вот об этом хочется сегодня разговаривать да 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 и попробовать но может быть людям еще надо рассказать что такое энергия потому что да все думают что энергия это что это жизнь но по-хорошему это жизнь и жизнь она внутри и снаружи и то есть все может быть это вот расскажи вот таким вот смотри ну то есть мы сейчас не будем уходить в науку потому что на самом деле это опять же люди некоторые любят научные доказательства там тоже очень много уже исследований которые говорят о том что ядро состоит практически полностью из энергии то есть мы с вами состоим из энергии только условно говоря уплотненный я давай может быть пару слов я скажу о том мы сейчас не будем заниматься прям чисто эзотерикой или еще чем-то наша задача я учусь у людей очень социальных которые используют на самом деле кстати чем больше например ты в том числе чем больше я знакомлюсь с успешными людьми тем больше я удивляюсь и радуюсь тому что эти люди занимаются и медитациями какими-то духовными другими практиками энергетическими практиками и ты понимаешь что просто многие об этом не говорят и кто-то там условно говоря сидит сейчас дома на диване и думает да вот что вот этим нечем заняться а вот нормальные успешные люди ничего этой ерундой не занимаются опыт мой показывает занимаются и политики и бизнесмены кстати европейский экономический форум начинается с 30 минутной медитации да поэтому это как бы на самом деле ученые также доказать для чего медитация полезна для мозга как она снимает стресс похудение миллион-миллион полезных вещей чего нужна медитация в то же время медитация это не панацея если ты будешь только медитировать ты тоже ничего в жизни счастливого себе не сделаешь это часто бывают люди сейчас знаешь как бегут от проблем в медитацию ну то есть вот просто я буду медитировать и успокоюсь а проблемы то остались вот я вроде бы такой весь просветленный и конечно ты знаешь что это вот просветление сейчас очень у многих очень ненастоящее да эго эго говорит в этом да пожалуйста многие люди просят отключать отключить пока комментарии потому что они да можем пока отключить конечно и даже меня ты знаешь я сейчас знаю как это делать выключить вот пока сейчас ребят на время просто послушайте да давайте пока так потом мы можем включить для того чтобы задавали вопросы потому что вопросы могут какие-то в общем на самом давай так я занималась очень много личностным ростом закончила там коучинг MBA бизнес у меня свой то есть и я знаешь все время училась и понимала что вот какого-то пазла мне все еще не хватает где-то есть вот этот секрет который от меня кто-то скрыл есть какой-то пазл вроде я счастливая вроде наполненная яркая счастливая муж ребенок бизнес все прекрасно ну ты понимаешь внутри не знаю сталкиваться с таким что вроде все хорошо и для других людей у тебя идеальная жизнь а а ты знаешь что какой-то ответ надо найти и вот для меня я не нашла его до сих пор окончательно не могу сказать что я знаю теперь тут соединяюсь творцом каждую минуту и мне тут информация сыпется да но это невозможно конечно но периодически подхватывать его надо да периодически подключаться и вот для меня вот этим пазлом недостающим стало то когда я начала ощущать энергию людей когда я начала обучаться энергии духовности и поняла как это все коллерирует и как уходит категоричность как ты перестаешь делить людей потому какой у них вес пол что они сделали да вот это черное белое все начинает уходить я знаешь была какой-то кусок времени очень категорично там в питании ни в коем случае сахар нет 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 о боже там я я рада это был супер период так надо было пройти но чем дальше я вот изучала энергию чем больше я понимала что мы души то есть по сути мы говорим о душах да и души это вот это как бы знаешь когда нет тебя нет меня есть мы и вот на вот этой вот ощущении что мы чем больше я это изучала тем больше я поняла что да господи да можно съесть и сахар и выпить иногда бокал вина и не рухнет моя жизнь если я при этом люблю людей потому что знаешь есть такая смешная тема скажи попробую вегетарианцу такому заядлому духовному вегетарианцу что мясо это полезно он просто превратится сразу же там знаешь в осуждающего критика и так далее то есть ты понимаешь что не эта духовность не категоричность и требование всех заниматься обязательно йогой обязательно есть мясо это не всегда и люди живут в любви а вот то что я делаю с подписчиками то что я хотела бы сейчас сделать с твоими как я забочусь о людях которые со мной это для того чтобы любить ты ешь мясо? практически нет я лет шесть назад перестала есть вот тогда в период категоричности и мне просто его не хочется но если я приеду в Аргентину и там будет сумасшедший вкусный аргентинский стейк такого у меня бывало мы были только что в Майами и там вот этот ресторан когда вот так вот мясо солят это было божественно это было божественно стейк стоил 600 долларов я думала нет это просто я попробую просто потому что я должна попробовать стейк за 600 долларов и это было очень вкусно и вы знаете то есть кто-то может быть сейчас у нас отключены комментарии думают что же она там за духовная за 600 долларов стейки ест а вот как раз хочется чтобы люди я уверена что может быть немного может быть кто-то хотел бы слушать тебя здесь чтобы ты рассказывал про свою карьеру но если даже несколько людей здесь сейчас услышат что-то важное для себя и подумают вау а так можно можно любить людей при этом путешествовать быть успешным я родилась в городе Бресте у меня я работала продавцом консультантом когда переехала в Питер 19 лет назад я не из какой-то обеспеченной семьи я не супер умная я не закончила школу там с золотыми медалями я с третьего курса ушла на заочное потому что мне нужно было работать я знаю что мне помогает жизнь сейчас у меня прекрасная могу себе купить похвастаюсь три дня назад купила Porsche Panamera и очень довольна этим секрет делись секретом и вот хочется чтобы да я думаю что секрет в первую очередь это находиться в энергонасыщенном состоянии это не про количество энергии и не только про вибрации это состояние на самом деле самая сильная энергия мы с вами поговорим про женщин я не знаю у тебя больше женщин подписчиц да больше женщин да вот для женщин тогда для вас то есть это конечно же женская энергия то есть если женщина живет в такой мужской энергии достигаторства контроля вот тут конечно мне хотелось бы пару комментариев увидеть мне интересно кому-то отзывается давайте вот девушки кто с собой такой замечал что ты пытаешься контролировать своего мужа своих детей где ты что ты всю жизнь ты такая вот контролер дома это абсолютно не женская энергия то есть и эта энергия призывает вас к тому чтобы вашу душу к тому чтобы вы заболели потому что ваша душа начнет письма вам писать как письма душа пишет через болезни она тебе говорит вот вижу да девчонки пишут поставьте плюсики просто кому это свойственно я хочу чтобы у нас был очень честный разговор очень открытый тогда будет максимально много пользы для каждой из вас и вот эта энергия мужская она не только в этом контроле есть еще много факторов кстати сегодня утром разместила в сторис окошко кто хочет понять в какой энергии он живет посмотрите в мои сторис там есть окошко пишите хочу мы вам вышли в такой файл где написано как проявляется мужская энергия как женская там можно будет легко понять в какой вы живете но обычно что вот происходит вот такое вот неправильное смешение действительно большинство очень много женщин действительно много женщин живут в мужской энергии я в том числе у меня я ну почти всю свою сознательную жизнь вот в прошлом году у меня это все изменилось но до этого я прямо чувствовала себя мужчиной ну вот внутренне почему происходит из-за чего это так у каждого на самом деле свои причины то есть я не могу одну назвать это правда это будет не честно если я назову одну но я скажу такое общее потребность в определенности то есть знаете вот у нас еще не так несколько буквально поколений назад твои бабушка дедушка мои не знаю кто нас смотрит постсоветское пространство выживало а не процветало то есть наши бабушки и дедушки должны были выжить это было время когда некогда было думать об экстраординарной насыщенной жизни это было время когда нужно было если ты проявишься тебя казнят ссылку еще куда-нибудь если ты проявишь ты какой-нибудь художник что-то не то нарисовал картина не ту сказал не то высказал свое мнение до свидания в репрессии и вот это вот поле энергетическое все это помнит наши родовые программы я видела у тебя был эфир по родовым программам тоже вы говорили да там про то влияние рода и это все влияет очень сильно на нашу жизнь соответственно у нас еще помнит вот это наша память подсознание помнит что надо выживать а как выжить это определенность так все тут рядом муж есть дети есть стабильная нормальная работа где платят стабильную нормальную зарплату у большинства людей это будет вот так но на самом деле время выживания закончилось друзья сейчас время для того чтобы процветать процветать и созидать да да время другое абсолютно другое и в этом новом времени пандемия нам это тоже показала что кто-то в пандемии рухнул понимаешь те кто выживали а те кто творили созидали делились кто был готов измениться эти люди наоборот я пандемию я сегодня посчитала ну чуть больше чем 10 раз вырос доход за пандемию и для меня это было очень крутой точкой взлета знаешь когда мой бизнес рухнул наоборот а я возросла это как раз я понимаю что это очень важный был период для того чтобы нам перестроиться и сейчас он продолжается поэтому задайте себе вопрос вот я к девушкам которые нас слушают вы вы хотите выживать или процветать просто сейчас у себя спросите и подумайте а что вы делаете сейчас выживаете или процветаете и у кого-то будет сразу много вопросов о так я потому что живу в маленьком городе как же по-другому я когда началась пандемия еще раз у меня рухнул бизнес где было 50 человек все полностью рухнуло были сумасшедшие деньги которые надо было вернуть клиентам у меня туризм fold можно было тоже сказать ну все я тебя буду выживать вот у SAN 50 тысяч рублей могу Wahancя заработать слава богу всё находится в нашей голове в нашем подсознании в нашем поле и вот с ним можно работать научиться чувствовать энергию то есть можно научиться чувствовать и когда ты научишься чувствовать энергию и с ней работать, ты начнёшь просветать? Не сразу, не обязательно. Ты классно спросила. Серьёзно, потому что многие думают, что так. И знаешь, увидел медитацию Божественный Свет, и ты думаешь, что просветлился. Это просто Божественный Свет. Просто Божественный Свет. Всё, это не ты просветлился. Что делать людям? Людям точно интересно. Вот как им? Если они сейчас ощущения, то они выживают. Понятно, что надо переключиться, переключить фокус, да, на себя. И я бы сказала так. Мы сделаем, во-первых, сегодня практику, я покажу. Давай вот прям по пунктам, например. С чего бы я начала? Если ты сейчас... Поставьте плюсики, кто сейчас чувствует, что он выживает. Я, может быть, очень утрирую это слово, но ты понимаешь, что ты живёшь в контроле, в гонке, в постоянной ситуации. Поднялся доход, опустился и так далее. Вот поставьте плюсики, кто вот в этом состоянии сейчас. Итак, если вы в состоянии выживания, вы хотели бы процветать, первое, что бы я сделала, это бы начала бы практиковать энергопрактики, медитации. Ну, опять же, наверное, не все, но для чего? Первый шаг номер один. Всё-таки научиться чувствовать. Нас не учили в детстве чувствовать. Нас в детстве научили думать. Вот, первое, научиться чувствовать. То есть, что говорит моё тело? Потому что тело, знаете, в здоровом теле здоровый дух. Эта фраза очень глубокая. Так вот, что говорит моё тело? Соответственно, что говорит моя душа? Как я его ощущаю? Вибрации, мурашки, волнения, какие-то, наоборот, там блоки или ещё что-то. То есть, научиться чувствовать. Я чувствую любовь или я чувствую гнев и не давить это в себе. Сейчас очень много позитивное мышление, а на самом деле и не позитивно иногда надо помыслить. Иногда надо и погрустить, не зависая в этой грусти, а научиться её проживать. И вот ты первый шаг разбираешься, а что ты чувствуешь. Не эмоции, а чувства именно. Иногда это разочарование, иногда это боль. В общем, первое. И чем лучше ты себя начинаешь чувствовать, то что получается? Ты начинаешь чувствовать свою душу. И вот второе, так звучать будет классно, основная практика начинается за пределами практики. Вот ты помедитировал, душу свою почувствовал, теперь вышел на образцу и вот практикуешься. И вот тут практика, это начать делать. То есть, вот начать делать то, что ты всегда откладывал. Вот у каждого, я почти уверена, есть дела, которые вы знаете. Пора уволиться, пора развестись, пора выйти замуж, пора сменить работу. Всё, что угодно. Вы знаете, что пора, но не делаем. И вот перестать хвататься за определённость и шагнуть, полюбить неопределённость. Полюбить вот это состояние экстраординарного предвкушения. И тогда я бы назвала шаг второй. Шаг третий. Окружить себя людьми, которые будут тоже... Знаете, как вот это энергополе, оно из чего состоит? Оно состоит. Вот вы сейчас, мы все находимся, и наше общее поле, Ань, твоё, подписчиков, твоих, моих, моё, оно объединяется, потому что в энергии нету границ, как в теле. В этом поле есть информация, есть твой успех. Я могу сейчас, условно говоря, присоединившись к твоему полю, не лишая тебя абсолютно твоей энергии, почувствовать её, запомнить это состояние и пользоваться им своей жизнью. На самом деле, я учу этим всем практикам. Умею. Я могу как бы это всё представить, но у меня ощущение, что... Ну, то есть, я не могу по цели присоединиться к тебе. Хотя, как бы, я иногда чувствую всех людей, но для этого мне нужно прямо настроиться, да? Но я не могу понять, как мне к тебе. Слушай, ну давай попробуем. Почешь попробуем? Почу. Давайте мы все вместе можем попробовать и почувствовать общее поле. Я хотела сначала сделать практику такую, дать вам вообще энергию попробовать, но сейчас вот пошло по-другому. Сейчас, подождите. Давайте мы сделаем классную, приятную практику вместе. У меня сейчас будет впереди бесплатный марафон про женскую энергию. Я хотела, думала, сделать здесь эту практику. Потом подумала, ну раз он у меня будет бесплатно скоро и так, то мы сделаем что-то другое. У меня есть моя любимая практика, это как раз где ты можешь почувствовать соединение людей, друг друга и так далее. Когда мы с тобой увидимся в Москве, я тебе покажу прям руками, как ты сможешь взять меня за руки и чувствовать то, что чувствую я, а я буду чувствовать то, что будешь чувствовать. Я очень хочу это. Это реализация. И это реально даже в онлайне, но, конечно, не сейчас, когда нас так много, потому что наше общее поле сейчас работает. Ну не ты, общее поле. Сейчас почувствуешь, как и все. Итак, включаем музыку. Что нам нужно сделать? Перед тем, как мы начнем делать практику, сесть ровно, спина прямая, ноги не скрещивайте, ладони тоже не скрещивайте, раскройте их, положите на колени. Да, просто на колени опусти. Да, да, супер. Можно, кстати, закрыть комментарии сейчас, потому что сейчас нам комментарии будут не нужны. Так, сейчас я включу музыку. Ты мне сейчас скажи, пожалуйста, только по музыке, по звуку, все ли будет хорошо, чтобы мы не слишком громко, не слишком тихо. Вот, смотри. Вот, слышишь музыку? Ну, можно чуть-чуть погромче, наверное, почти. Вот сейчас и голос, и музыка есть, да? Да. Супер. Хорошо. Тогда мы сейчас сделаем практику, я ее не так часто делаю, но вот пришел запрос, как подключиться к друг другу. Вообще, это невероятно мощная штука научиться ощущать, что есть мы. И из этого мы можем брать опыт друг друга. И мне, например, не обязательно проживать негативный опыт условно, если прожила его ты, я могу позаимствовать от тебя его и взять этот опыт себе. И все, и мне уже не надо разочаровываться в ком-то, да, там, или еще что-то. То есть моя душа может из этого поля взять опыт других душ. В общем, как делать это прогноз? Мы его сделаем буквально на 5 минут, если у меня более там длинный, на 15 минут, ну, в рамках эфира, хотя бы 5 минут, чтобы мы это почувствовали. Ладони раскрыты, лежат на коленях, спина прямая, глаза закрыты. И все, делайте с нами, то есть просто слушать не будет результата. Важно сделать. И сначала мы начнем просто с обычного дыхания, медленное, глубокое дыхание. Вдох через нос, выдох через рот. На вдохе ты наполняешься энергией. На выдохе очищаешься. Чем медленнее дыхание, тем медленнее мысли. И попробуй сейчас отпустить любые мысли, представь их как облако и как они улетают. И если в процессе практики будут приходить какие-то мысли, скажи им стоп и представь, как они улетают. В течение всей практики я буду обращаться к тебе на ты, с любовью, с уважением. Дыхание ровно и медленное, тело полностью расслабленное. Ты расслабленный, ты в безопасности. Вдох и выдох. И сейчас представь, как ты будто бы поднялась над своим телом и смотришь на себя с высоты, здания, дома, где ты находишься. Увидь себя сидящей в комнате, где ты сейчас. И поднимись еще выше, и вот ты уже на облаках. Ты еще можешь видеть район, город, где ты живешь. Вдох и выдох. И со следующим вдохом ты поднимешься еще выше. Представь, что ты поднимаешься над землей. Летишь еще выше. Ты видишь землю, видишь другие планеты. И вот ты замечаешь, что нет никаких стен, нет потолка, нет углов, нет линий. Есть абсолютная бесконечность. И ты замечаешь, что у тебя нет границ тела. Ты будто бы растекаешься в космосе. И вот ты волна, энергия, может быть, облако. Дух, вылез. Ты летаешь между планет, между звезд. Ты можешь летать даже между галактик. И вот ты замечаешь, что вокруг тебя летают и другие души. Увидь их, как свет, как волну, как некое поле. И это все души, которые прямо сейчас делают эту медитацию в онлайне, в записи. для энергии нет времени, нет расстояния. И представь, что если бы у наших душ были крылья или руки, и мы могли бы все взяться за эти крылья или за эти руки. и сейчас посмотри вниз на землю. И вот мы полностью опоясали всю землю. Почувствуй любовь ко всем душам, которые есть, потому что на уровне души каждый из нас хочет только и представь, что каждая душа может прямо сейчас отправить любовь из космоса на землю себе и всем другим душам. Представь, что вы это можете. И может быть на земле есть кто-то еще, кому бы ты хотел отправить любовь. как свет отправляет из космоса этим людям. Знакомым. А может быть ты можешь отправить любовь всем детям, которым сейчас она очень нужна. Может быть тем, кто остался без родителей, без еды. И мы все вместе, объединившись, можем направить эту любовь им. Представь, как земля заливается светом. Нет я, ты есть у меня. Ты везде и нигде на меня. и попробуй на уровне души, смотря на землю, почувствовать, кому еще сейчас больно. Разрешили себе почувствовать эту боль и отправь этим людям на боль. Может быть это старики или влюбленная девочка, которая ждет звонка. Или мама, потерявшая сына. Кому сейчас нужна наша любовь? Дух, влюбленная душа. И еще раз посмотри на землю и увидь, как она полностью залита с водой. Представь, что ты с космоса смотришь направо и увидишь красивую ободру душу окруженную. посмотри на землю и увидь души с левой стороны. И возможно кто-то сейчас чувствует тепло в руках, как будто бак прикосновения этих душ. Или мурашки на окошке. Потихонечку возвращайся в ощущение теле. Замечай. Пошли липаться на руку ногу. Почувствуй свое тело. Улыбнись и открывай глаза. Возвращайся как полетала Анечка. Слушай, класс. Я ощущала, у меня были как раз горячие ладони и вот эти мурашки по затылку, по голове. Но я много всего чувствовала. И как-то почему-то я думала, что я в прямом эфире не смогу отключить контролера. Да, отключить контролера. Но почему-то это получилось. И я все это чувствовала, я все это видела и было хорошо. Почувствовала боль где-то недалеко. Ну, в общем, разные-разные ощущения. Да, круто. Давай включим комментарии, может быть, кто-то... Ну, раз я думаю, что остались те, кто делает практику, они нам сейчас расскажут, как у них все прошло, тоже интересно. Пять минут не нужно что-то делать. На самом деле, совсем немножко с вами сделали, буквально восемь минут, по-моему, у нас это заняло. Конечно, практику лучше делать подольше, такой экспресс-метод. И есть практики абсолютно на разные задачи. То есть у меня есть, например, клуб, мы каждое утро делаем практики. То есть каждое утро, понедельник, там, вторник, среда, четверо-пятница, пятница, пятницу летаем, открываем сердце, наполняемся, волевой, центр прокачан, что у некоторых людей проблемы. Кстати, знаешь, может быть, я хотела бы дать твоим ребятам базовую, очень полезную информацию о том, как движется энергия. И вот это особенно полезно для тех, у кого не реализуются материальные цели. То есть если люди, вот поставьте тоже, я вижу, потрясающие люди пишут, круто, я рада. Смотрите, когда человек плачет, я помню, что когда у меня происходило такое сильное соединение, то слезы, вот эти вот счастья, какое-то освобождение происходит. Конечно. Это как раз к вопросу чувствительности. Это как раз к тому, что ты начинаешь чувствовать. И не бойтесь слез, это очень круто, потому что чем лучше вы чувствуете, мы же, понимаете, нас, мы как в скорлупе все время живем, как анестезию вкололи себе, потому что кто-то кто-то когда-то сделал больно, мама, папа, там, сделал больно, я не знаю, парень в детстве или не в детстве, и мы поэтому просто закрылись, сердце закрыли, и говорим, так, окей, не хочу чувствовать боль, но, дорогие мои, рубильник один, если ты не хочешь чувствовать боль, ты не будешь чувствовать ничего другого, ты и любовь не сможешь чувствовать. Нельзя анестезию вколоть только на боль, ты ее вкалываешь и все, и ты живешь такая, знаете, на десятибалльной шкале на единичку, там что-то барахтаешься, и вот у тебя и вся жизнь тогда такая, поэтому, если ты хочешь ярких изменений в жизни, многие смотрят инстаграм и думают, о, вот она тут на Мальдиве, я знаю, что ты тоже на море едешь, да, куда ты едешь, кстати, это секрет или нет? Нет, 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 конечно, я через пару дней. А куда едешь? А я в Дубай, ну, в порядке. Ну, окей, окей, кто-то едет в Дубай, кто-то в Мальдивы, и кто-то смотрит и думает, вот, типа, вот, как это круто, я то, что хочу. Друзья, для того, чтобы туда попасть, нужно позволить себе иногда чувствовать боль, Аня, согласись, ты чувствуешь боль в жизни? Я чувствую, да, но я к ней отношусь очень спокойно. Вот, вот, просто не надо не убежать и воспринимать это как, о, боже, что же это? Да, я тоже очень часто ловлю, боже мой, наша жизнь, вот это вот, вот это воплощение в психологическом, оно потрясающее, ты можешь нюхать, видеть, слышать, чувствовать, это, ммм. Да, если у меня сейчас прям так, мурашечки пробежали. Так вот, очень многие люди до конца не понимают, почему вот это происходит, да, то есть, почему вот кто-то там вот это всё может, а я не могу, я могу, поставьте плюсы, кому тема денег актуальна и вот этого материального мира, да, кто, кому вот не реализуются, Мальдивы, Дубай, Майами, не знаю, самолёты, машины, или даже, знаете, может быть, не обязательно такие большие мечты, а просто, условно говоря, не реализуются, отпуск раз в году в Турцию, и он-то не реализуется. И вот я расскажу сейчас очень коротко про 7 энергетических центров, как очень часто, я не знаю, ты, наверное, тоже занималась в Кундалини, когда снизу энергию поднимают вверх. Я расскажу другую совершенно движение, другой энергии, сверху вниз, оно мне очень помогло, я когда вот это осознала, начала прорабатывать сверху вниз каждый центр, мне очень сильно изменились в жизни обстоятельства. То есть внешняя реальность, ты меняешь энергию, меняется материя. Вот последовательность такая, нельзя изменить материю, а потом энергию. Давай вот материальных плодов, как вот это... Так, ты у меня не зависла. Ты немножко зависла, да. Да, и ты у меня тоже. Так, сейчас давай подождем, пока мы развиснем. Так, а ты здесь? Я здесь, а ты? Я тут. О, всё, всё супер, всё вижу тебя, да. Итак, вот верхний центр, во время практики мы его могли чувствовать, вот тут могли быть такие, знаете, покалывания какие-то. Центр, соединяющий нас с потоком информации, то есть энергия — это информация. Здесь это соединение с Творцом, Космосом, Богом, кто как называет. Суть просто не в этом, суть в том, что здесь вот это информационное поле, подсознание наше. И отсюда мы берём энергию и информацию. Если этот канал закрыт, человек вообще не может понять, что ему делать. Вот это люди, у которых, знаете, такое, типа, я не знаю, чем заняться, я не понимаю, какое решение принять, я не знаю, в чём моё предназначение. Вот, скорее всего, здесь проблемы вот в этом канале, надо работать с ним. Следующее, вот, то есть, например, представим, он открыт, пришла тебе идея, вот её озарение, вау, мы же даже говорим, идеи в голову приходят, да, мысли в голову приходят. Дальше, следующий центр, где мы уже эти идеи анализируем, где мы видим ситуацию, находим какие-то обстоятельства вокруг, а кто ещё это делает, а что ещё, то есть, здесь пошёл анализ, и тоже, если у тебя очень сильно здесь зависимость от окружающего мнения, что подумают, что скажут. Пятиглаз чакра, правильно? Мы не знаем про неё. Про неё сейчас, да. И вот это блокируется чакра, если ты сильно зависишь от мнения окружающего. Достаточно ли я хороша, что обо мне подумают, если меня увидят там не так одетой, если я не то скажу. Вот я раньше там боялась говорить про сексуальную энергию, про богатство, не могла говорить, потому что мне казалось, что такое, ну, как бы не очень прилично. И пока я это не позволяла себе, у меня и лишний вес был, и финансово не росла, так как сейчас растут. Окей, вот ты, значит, представь, что здесь открыт центр, пришла идея, ты её проанализировала, проработала, обдумала. Окей, дальше. Горловой центр. Принято говорить, что здесь у нас какие-то гнев не выговорены. Это да, но кроме этого этот центр отвечает за планирование. То есть, это проявление себя. То есть, что я, как я буду, манифестация своих желаний, знаешь, когда вот идея, анализ, и теперь, окей, я буду это делать, я хочу этого, да, вот вы считаете это неправильно, а я считаю правильно, или даже не важно, как вы считаете, я это буду делать. То есть, здесь наши планы и вот это проявление себя во внешний мир. Заявите себе. Тут мы заявляем. Идём дальше. Сердечный центр. Идея пришла, подумали, спланировали, прочувствовали. Здесь такой чувственный анализ. Радость от этого. Хочу или это, не хочу. Тут радость, любовь, вот и чувственный анализ, глубины уже, не головой, а здесь. Окей, прочувствовали. То есть, если этот центр закрыт, то там вообще миллион проблем у человека может быть в жизни. Сейчас даже не будем заострять внимание. Следующий центр находится, где солнечное сплетение. Волевой центр. А это действие. Пришла идея, обдума, спланировал, прочувствовал, начал делать. И тут очень многих блок на сердечном центре. Мы здесь все закрываем и ничего не делаем. То есть, люди делают только то, чтобы выжить. Да? То есть, банальные вещи. Заработать только столько, чтобы прожить. А вот делать то, что действительно хочет. Сердце, очень многие не делают. Страхи здесь живут, в сердце очень много. Страхов тоже. И вот тут волевой центр. Предположим, ты начала делать. Да? Вот идея, вот она у нас вот так движется. Вершила действие. Дальше, ниже живота. Три пальца ниже пупка, вот ниже живота, у женщины в район матки. Это удовольствие. Центр, отвечающий за много вещей, но в контексте вот том, о котором мы сейчас говорим, это ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Это творчество, это ты применяешь креативность, ты экспериментируешь, интуиция, это сексуальная энергия, которую женщина без нее вообще никогда в жизни не добьется никакого успеха. То есть, если женщина на волевом центре будет работать, у нас всё здоровье изгробит просто и всю жизнь свою, если она будет на волевом центре, то на центре удовольствия, если она будет, это не значит, что воле не надо. Воля тоже нужна, то есть, не исключая ни один. Вот этот центр, отвечающий за то, чтобы ты делал это удовольствие. Следующий центр, седьмой, самый низкий центр, это материальный, он находится между ног у нас, материальные плоды. То есть, вот по сути, как протекает энергия от идеи до материальных плодов. Подумайте сейчас, все, кто смотрит, на каком этапе вы ощущаете блоки. Вы прямо, знаете, можете сейчас ощутить не только головой, а попробуйте в теле сейчас даже ощутить. То есть у кого-то уже прямо сейчас может где-то начать вот что-то не так вот. Даня. Слушай, ну а если где-то закрывается, то всё, дальше она не проходит, что ли? Нет, она... И что же, что делать, да? Нет, она на самом деле должна двигаться, во-первых, в две стороны. Я сейчас рассказала именно контекст вот этого... Знаете, я когда говорю богатство, у меня есть на сайте потрясающая практика богатства, я тебе обещала её скинуть, сейчас после эфира сразу её отправлю. Она не только про деньги, она про деньги... У меня вот сегодня только что девочка прислала отзыв, сделала тут же, там муж, не знаю, часы подарил, клиент появился, дом продали два года, не продавали. После неё постоянно такие отзывы. Но суть главной этой практики не только в деньгах. Когда я говорю богатство, это, знаете, от слова бог. Когда ты богат и радостью, и любовью, и изобилием, и богат во всех сферах. Потому что быть финансовым... Слушай, я думаю, ты таких знаешь людей. У тебя, может быть, несколько миллионов долларов, но ты жадный, экономный, волнуешься эти деньги потерять, живёшь постоянно в стрессе, все эти враги. Ну и кайф от таких денег какой. Ну да, ну да. Никакого. Поэтому вот если что-то у тебя закрыто, отвечая на твой вопрос, то есть энергия течёт в две стороны, и снизу вверх, и сверху вверх. Конечно, у всех у нас какие-то блоки на каждом центре есть. Но просто они у тебя работают не в полную силу. То есть я когда-то там узнала тоже про некоторые свои блоки. Кстати, люди, которые рядом с нами, помогают нам открыть или закрыть эти блоки. И с одним человеком тебя будет переть просто. Ты вот рядом с ним, всё, у меня прям проверяли. Это можно проверить, тоже увидимся, проверим. Прям можно проверить, какие центры как работают, и как другой человек, какими словами, может их открыть или закрыть. И как, например, мы прям с мужчиной проверяли недавно, с клиентом. Я говорю, давай, я сейчас проверю его блоки, там метод кинезиологии, неважно. Несколько закрыто. Я говорю, давай теперь я тебя буду хвалить. Нет, ругать сначала. Я ему говорю, вот, да вы все мужики, да и ты. И вообще у меня столько на тебя ожиданий было. Я надеялась, ты на мне женишься. Я столько хотела, да, женщины в основном с мужчинами-то и поступают, да. Я вот, ты должен вот это, ты должен то. Я говорю, проверяем. Мы проверяем его центры. У него, по-моему, один открыт, там, чуть ли не волевой центр, просто, знаешь, выжить надо. То есть у него верхние все закрылись. Потом я говорю ему, окей, давайте по-другому. Боже, ты такой сексуальный. Я рядом с тобой себя чувствую, такой открытый. Мне нравится, как ты говоришь, какая у тебя энергия, какой ты свободный. Ты меня так вдохновляешь. Мне нравится, как ты управляешь бизнесом, как ты разговариваешь с людьми. Во-первых, он просто стоит, знаешь, что вот. И мы говорим, ну, давайте теперь мерить. У него все открылись. Даже те, которые были. Он говорит, и что дальше? И типа, а как с этим зреть? Чего с тобой ходить все время теперь рядом, знаешь? Что ты делаешь дальше? Я говорю, действительно, они закроются. То есть ты придешь, уйдешь в обычное состояние, они могут закрыться. Но от того, кто рядом, то есть это вот важно, что тебе говорят рядом. Твои центры будут либо открываться, либо закрываться. А еще какие способы есть? Кроме людей? Практики. Друзья, вот энергопрактики. Я для этого делаю бесплатные марафоны. Очень приглашаю всех твоих девчонок ко мне. Называется он у меня «Светлая и темная женская энергия». Понедельник, вторник, среда будет. Я вообще на своей странице много бесплатных практик даю, много делаю эфир. Вот как сегодня с тобой мы сделали практику. Бывают и подлиннее тоже. Поэтому это самый простой способ, с которого я бы начала. Дальше там удивительный путь, как можно много всего открывать. То есть много есть разных методик. Вот то, что регресс ты использовала, да, я знаю. И методики, которыми я пользуюсь, там фрислендская терапия, точка сборки. Я не буду себе печатать названия, но если говорить про обычную жизнь, то научиться, вот знаете, жить с мыслью, что сегодня самый лучший день. Ну да. Вот сегодня. Не будет завтра более хорошего времени для чего-то, чтобы что-то начать. Не будет завтра более подходящего времени, чтобы начать жить своей жизнью. Не будет завтра более удобных обстоятельств. Пандемия нам это тоже всем показала. Потому что завтра можно бац и вообще всё изменится. Поэтому сегодня самый лучший день. И вот, наверное, если мы будем жить с этим ощущением, это звучит очень просто. Но если ты будешь напоминать каждый момент своей жизни себе, блин, у меня есть только сегодня. Только сегодня. И тогда ты будешь любить по-другому своих детей, любить по-другому своего мужа, свою профессию. Да, да, да. Это так. Но это не так просто. Но надо настроить себя и постоянно, постоянно. То есть быть счастливым, стать счастливым, это тоже большая работа, на самом деле. Да. Ты знаешь такую поэтессу Вероника Тушнова? Да, конечно. Да. Вот. Ирина, может, подписчик не знает, у неё есть потрясающий стих. «Сто часов счастья». Пугачёва на него когда-то спела песню. И в этом стихотворении «Сто часов счастья» есть фраза. «Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Важно, чтобы сердце не ленилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца лениво-спесиво, чтобы за каждую малость говорило оно спасибо. Я просто считаю, что это можно вот себе повесить, понимаешь, и вот с этим жить. Но понятно, я, допустим, хочу спортом заниматься, я нахожу себе тренера по спорту. Хочу английский учить, я беру лучшего тренера в России по английскому языку, которого я могу себе позволить. Кстати, начала учить, это очень интересно. Ну, доучиваться в английский. Поэтому, конечно, я, знаете, как и Тони Роббинс говорит, я люблю его тоже очень много, там, негатива про него и так далее. И это, ну, мне без разницы, какой негатив. Я была на восьми тренингах его, и то, что он сделал с моей жизнью, с бизнесом, с личной жизнью, это космос космический. Знаешь, мне кажется, в школе надо преподавать все, что он там дает. Так вот он говорит, есть три шага, чтобы стать экспертом, ну, или изучить любую сферу, вот любую, которую ты хочешь. Тело, питание, английский, там, математику, инвестиции, энергию, все что угодно, да. Три шага. Я всегда, когда приступаю к чему-то, пользуюсь себе. Итак, шаг номер один. Найти человека, ну, условно говоря, эксперта, найти проводника, учителя, тренера. То есть самый простой пример, спортзал, сам занимаешься или с тренером, колоссальная разница. Второе, то есть ты находишь человека, который тебя вдохновляет, кто тебе помогает, рядом с которым тебе круто, он раскрывает твои все энергоцентры. Неважно, в какой сфере. И он крут. Второе, это интенсивность. То есть начать это делать интенсивно. Конечно, потому что, ну, блин, учить английский можно три часа в неделю, а можно восемь часов в день, неделю, да, и результат будет кардинально отличаться. Также с фитнесом, со всем. То есть сначала интенсивность. И шаг номер три. Регулярность и повторение. То есть ты всю жизнь не можешь быть шесть дней в неделю английским заняться или медитациями, да. Ты не можешь. Десять дней ты можешь выдержать на каком-то курсе. Круто. Каждый день ты что-то делаешь, там, какие-то там упражнения, энергопрактики, их много, из тантрической, из тантры, из даоссийских всяких, даосских практик. Извини. Но не можешь уже всю жизнь так жить. Да и не надо. Самая главная практика за пределами практики. Поэтому нужно повторять. Нужно просто повторять. То есть так же, как, опять же, язык, очень хороший пример. Или как спорт. Поэтому такие три простых шага. Наставник, интенсивность. То есть ты должен быть в интенсиве, регулярность, повторение. Где искать наставников? Ну, конечно. Я великолепный наставник. Да. Учителя, найти себе учителя. Это очень важно. Я до сих пор одна в этом пламени. Я понимаю, что мне нужен вот этот человек рядом со мной, которому я буду вместе вот двигаться. Слушай, ну вот у меня учителя приходят. Я считаю, что такие люди, они приходят в твою жизнь. Да. Случайная встреча, случайный эфир, случайное знакомство. Что-то абсолютно случайное. И ты чувствуешь, что с этим человеком тебе комфортно, хорошо, интересно. Что-то в нём есть. Идите за такими людьми, которые действительно вызывают вас какой-то... Не отключайте ум. Я... Не надо думать, в какой эмоциональности, где он живёт. Я летала вот только что в Денвер, штат Колорадо, где был минус 20. И училась у своего учителя, зовут Дэнни Эпстин. Восемь дней я заплатила, по-моему, 13 тысяч долларов в общей сложности за обучение. И мне кто-то говорит, Таня, ты сейчас сумасшедшая. Ты просто шла с ума. 13 тысяч долларов за восемь дней обучения. А потом через месяц опять к нему поехала на трёхдневное обучение за почти пять тысяч долларов. Говорит, нет, ну ты всё вообще просто. Зачем тебе это всё надо? Ты и так, значит, вообще там всё и так знаешь. Но это невозможно знать всё. Невозможно прийти. Всё, я просветлился. Мы всё время в этом пути. И мне Донни помогает иногда наполниться, играть какие-то блоки. И я понимаю, что это неоценимо. Это несоизмеримо. То есть вот то, что я заплатила, я могу это заплатить. Я знаю, что в России не так много людей к нему вообще в жизни попадало. Он работает с миллиардерами. Кстати, когда-то с Майкл Джексоном работал. Помогал ему восстанавливать энергию тоже и так далее. С очень большим количеством людей известных. Я рада, что у меня есть такая возможность. Ну, идите за тем учителем, с которым вы сталкиваетесь. Я буду рада, если я смогу быть учителем для твоих подписчиков. Если я смогу дать тебе какой-то вклад. Я буду очень счастлива. Очень-очень. Я тоже. Я тоже. Так что, ребята, присоединяйтесь. Я обязательно сохраню эфиры и напишу. И вы сможете. Тут было много вопросов. А как нам найти Татьяну? Я обязательно позабочусь об этом. Да, да, да. Мне очень приятно было общаться. Я, на самом деле, очень благодарна тебе за эту возможность быть с большим количеством людей. Я очень хочу, чтобы нас увидела твоя многомиллионная аудитория. Можем это все дело повторить. Так что, ну, можем взять покороче. Там, иногда делать какие-то практики. Да, мы можем просто с тобой иногда сделать. Потому что, конечно, я понимаю, что эта тема очень далеко не для каждого человека. Далеко. Но я хочу, знаешь, вот если есть кто-то даже, кто сегодня просто... Да. Но. Мы можем с тобой какие-то в онлайне поделать, прям с тобой какие-то практики. Много разных. Кто-то скажет, что у нас такой первый эфир, нужно понять вообще, что твои люди, к чему готовы, что происходит здесь. Вообще огромное количество. Я, знаешь, что я самое главное всем, и тебе, и твоим подписчикам хочу сказать. Помните, что не надо ни к чему относиться слишком серьезно. И к духовности, и к практикам, и к себе. Да. Жизнь здесь. Не горитесь. Да. Это точно. Мы играем в эту жизнь, играем в эти все сумасшедшие истории. И я обожаю все свои тренинги, и свои практики, и свои эфиры. И твои, и всех людей. Потому что это все удовольствие. Мы просто наслаждаемся. И мне кажется, я сейчас получила удовольствие в общении с тобой. Я тоже. Я тоже. Очень. Может, сделаем напоследок почувствовать энергию? А, давай, конечно. Давай, давай. Зафиналим все очень простым таким, простой штукой. Я не знаю, я на экране комментарий. Может, тогда убери, а то я себя вообще практически не вижу. Да. Но это не так и важно. Смотрите. Сейчас разогреваем вот так ладони. Просто сильно-сильно-сильно их трём. Это практика. Две вещи вам сейчас. Прямо некоторые словят сильнейший инсайт. Прямо сильно-сильно-сильно-сильно, чтобы горячий. Первое, я хочу, чтобы вы почувствовали энергию. Разогрели ладони. А второй инсайт я скажу уже после. И поставьте их на расстоянии буквально один сантиметр. Прямо близко друг к дружке. И сейчас всё своё внимание направь на пространство между ладонями. То есть не смотри на Аню, не смотри на меня, не думай ни о чём. Просто смотри на пространство между ладонями. Это пространство оценивай, не оценивай, рассматривай просто твой взгляд, все твои мысли. Всё направлено на это пространство. Постарайся смотреть, постарайся не отвлекаться ни на что. Может быть расфокус, ничего страшного, но смотри всё равно в это пространство. То есть направляй всю свою энергию, всё внимание в пространство между ладонями. Сначала ты можешь почувствовать тепло, но это не совсем то, что нам нужно. Но мы продолжаем смотреть. Если ты отвлекаешься, это я говорю не конкретно тебе, а всем нашим подписчикам, верни свой взгляд обратно в это пространство. Любые мысли, которые сейчас приходят в голову, отпусти их и вернись в это пространство. Посматривай его, держи взглядом, не переводи взгляд. Дыши глубоко, ровно, дыхание свободное, мыслей нет никаких, кроме пространства между ладонями. И сейчас, продолжая смотреть, раздвинь ладони ещё на сантиметр. И теперь попробуй их сдвинуть. И там такое что-то плотное, как магниты, которые полюсами отталкиваются. Ещё раздвинь на сантиметр. И попробуй опять сдвинуться. Вот вы чувствуете, как уплотнилась энергия между ладонями, какая она на ощупь. Продолжая держать внимание. И вот что произойдёт, как только вы уберёте взгляд. Смотрите. Убираем взгляд. Смотри на меня. Чувствуешь плотность. И сейчас отвлекись от ладони, посмотри на меня. Всё. Смотри. Нет ничего. Нет. Извините, пожалуйста. Ещё есть. Но если вы сейчас уберёте взгляд от ладони, переключитесь от этого, ну, буквально две секунды ты со мной поговоришь. Да, подумаешь о том, что я сейчас рассказываю. То есть, смотрите, какой здесь... Во-первых, я поздравляю всех тех, да, можно включить комментарии, поставьте плюсики, напишите свои ощущения, кто опыт, плотность. Вот как будто магниты, да, противоположными сторонами отталкиваются. Ну, вот у меня когда-то было, я не знаю, что это такое, в общем, я имею в виду, у меня был, когда я участвовала в программе «Звёзды под гипнозом», у меня сначала проверяли, насколько я гипнобильна. И вот у меня был, я тогда вообще ещё была суперрикатой этой системы, и вот у меня было вот такое первое задание, я не знаю, можно рассказывать это или нет. Конечно, я думаю, ну, а что, это же простое, да. Нет, ну, я... Вот, и у меня такое задание, я, типа, должна была смотреть вот на область между двумя пальцами, вот, и они мне, типа, собирались, 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 и слепались. Это тоже как-то, это тоже с этим же связано, нет? Нет, я такое не знаю, вот прям не могу тебе даже сказать, первый раз слышу про пальцы, это очень интересно, я попробую потом сделать. Ноги везде, я ничего не могу сделать. В общем, да, тут, конечно, много фантастических. Много, да. Вот я хотела бы, знаете, что всем сказать по поводу вот этого, что здесь, это простое упражнение, которое может просто огромный инсайт дать многим людям. Вот вы слышали, наверное, неоднократно, куда фокус, туда внимание, да, куда внимание, то и растёт, нам все говорят, фокусируйся на позитиве, думай только о позитиве, позитив будет увеличиваться. Мы это всё слышим, понимаем, но потом всё равно случается маленькая проблема, и мы всё, своё внимание переключаем на неё. Так вот это упражнение вам показало очень наглядно, как мы усиливаем то, куда смотрим. Мы просто смотрели. Я не говорила вам ни разу, усильте поле между ладонями. Я не говорила вам, сделайте его плотнее, вам не надо было ничего делать. И вот, наверное, ой, у меня сейчас, кстати, пошли мурашки, это значит, что-то очень важное я говорю сейчас для всех, кто нас смотрит. И очень часто нам, ты спрашиваешь уже, что делать, очень часто, на самом деле, ничего не надо делать, а надо просто направить своё сфокусированное внимание без ожиданий, без думаний, без мыслей о прошлом. Вы же не думали о прошлом, о будущем, когда смотрели на ладошки? Мы присутствовали. Мы просто присутствовали. Если ты будешь заниматься любовью, и ты будешь присутствовать, то какой это будет секс? А или ты думаешь о работе. И если ты будешь заниматься профессией, ты как актриса сто процентов это знаешь, как важно быть в моменте, когда ты занимаешься своей профессией. И любой другой, если ты будешь стопроцентно в этом присутствовать, и своё сфокусированное внимание, вот как между ладонями, направлять на то, что ты делаешь. Или если ты мама, и будешь со своей дочкой или сыном точно так же. Но мы же обычно не так. Да. И потом ходим пустые. Да. Если, вот это важно, то, что направлять внимание на то, что ты хочешь, чтобы развивалось. И вы почувствовали это, как просто направление внимания усилило это поле. И как только мы внимание смещаем, поле опять всё, ладонями вы потрогаете. Нет ничего между ладонями. Поле перестало быть сильным. Поэтому мне очень-очень хотелось бы, чтобы каждый, наверное, вот этот самый главный инсайт, наверное, под конец, который я хотела бы, чтобы каждый забрал. Просто сфокусированное внимание без ожиданий и мысли о прошлом и будущем может изменить вашу жизнь вообще очень легко. фокусировать, вот давай людям скажем, где, на что, на том, что они делают, или на себе? Ох, тема вот про себя и вокруг. Мы с тобой, помню, чуть про неё говорили. Да. Разные есть люди разного типа энергии. Кому-то надо на себе, а кому-то надо на других людях фокусироваться. Мы уже там сегодня про это было говорили, если захочешь, можем это сделать как-нибудь в эфире. И вот показать людям разницу внешней, внутренней, как и где, кто берёт энергию. Но вообще, если говорить про вот это, на чём фокусировать, на том, что ты хочешь, чтобы росло. Ты хочешь, чтобы у тебя не надо... Соответственно, я могу думать, ох, у меня большой нос, у меня большой нос, он будет расти, я серьёзно говорю. Его все будут замечать, он будет везде, из-за него у меня будут какие-то проблемы. Всё время будет это происходить. Или я буду говорить, боже, я такая позитивная, я такая открытая, я такая счастливая. Я буду постоянно об этом думать, замечать, какие у меня люди вокруг меня, с кем я общаюсь, как Вселенная дарит мне каждое утро. Я просыпаюсь, у меня есть любимая фраза с утра. Я просыпаюсь, это правда. Раскидываю так руки и говорю, боже мой, что ещё потрясающего, яркого, удивительного подарит мне этот волшебный день? Я, когда просыпаюсь, я говорю, боже, как хорошо, как интересный, сегодня будет день, спасибо. Я реально, вот, 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 когда я успеваю, конечно, но в основном, там, 90% я именно вот так начинаю. День другой. Да, день другой, абсолютно. Я с тобой согласна. Я тоже иногда забываю, я не системный человек просто, то есть люди такие прям, тык-тык-тык, это не я. Я тоже что-то забываю, тут зарядку сделаю, тут ещё что-нибудь сделаю, то есть у меня плавающий график. Но в большинстве своём я делаю это, и когда я это делаю, задаю вопросы Вселенной, что ещё ты подаришь мне сегодня? Ах ты там, веселушка Вселенная, подружка моя. Я с ней иногда шучу. И она отвечает, то есть не относитесь серьёзно, экспериментируйте, делайте, ждите хорошее, ждите. Некоторые же ждут всегда драму, некоторые говорят, ну, типа, да, что ещё сегодня случится? Да, да, да. Претензии к Вселенной. Да, да. Танечка, ну, слушай, это было, мне кажется, очень интересно, по крайней мере, мне сто процентов. Я уверена, что очень многие люди взяли много полезного из нашей с тобой беседы. Я обязательно сохраню эфир, ребят, не волнуйтесь, там много было. И я предлагаю, периодически мы можем с тобой делать какие-нибудь такие... Да, мы можем просто там на 20 минут иногда выходить, и такие коротенькие какие-то темы, практика, и вокруг неё. Да. Я буду рада вообще тебе служить и другим людям. Вот, ты красотка невероятная. Я хочу, подожди, я хочу поспленичать о тебе перед твоими подписчиками. Слушайте. Знаешь, и сейчас сразу так много раз зрители на экране. Нет, я на самом деле хотела бы сказать твоим подписчикам, то, что действительно мы с Аней не так давно познакомились, недели две назад, да, примерно так. И я какой-то очень светлый, открытый человек. И это потрясающе. Девушка с такой тёплой энергией, и я как энерго-коуч могу смело заверять, и человек, который чувствует энергию, Аня, я хочу тебе это пораз сказать. Ты такая большая, такая. У тебя столько женской энергии. Большая, ты понимаешь, в каком смысле. Конечно, есть ещё, что, конечно, как всем нам, позволить себе быть вот этой большой. Я тебе тоже это говорила. Ты больше, чем ты представляешь. У тебя невероятный свет от тебя исходит не только твой улыбкий глаз. Я видела, тут многие хвалили, их писали комплименты. На самом деле твой свет, он из твоего сердца. И вот его все видят в первую очередь. Это очень круто. Сердце, у меня цикла, у меня открыта. Центр открыт. Вот я люблю, я реально люблю. Танечка, ну тебе могу сказать то же самое. Абсолютно. Позитивный человек. Я такой человек, и, в общем... Давай радовать людей. Это очень приятно. Это очень приятно. Всё, друзья, жду вас на своей странице. Буду рада тоже вам служить. Делайте практики вместе со мной или с кем-то, кто вам больше по душе. Главное, делайте. Да, спасибо. Всё, всем пока. Спасибо. Да, всем пока. Заверши.